итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 6 мая и давайте посмотрим на графики евро и фунт увидим что вчера европейская валюта обвалилась против доллара сша на резкое падение порядка 80 пунктов произошло после публикации решения конституционного суда германии хоть и нарушений законодательства выявлено не было со стороны европейского центрального банка но движение вниз произошло после заявления о том что бундесбанк в течение трех месяцев выйдет из программки из программы покупки европейской центральной банком облигации если тот не объяснит более конкретно зачем он действует он как он действует и какие цели какие перспективы так как многие судьи опасаются негативных последствий такой всеобъемлющей программы выпука выкупа облигаций и поэтому если более четких разъяснений на но не будет то бундесбанк выйдет из этой программы что конечно усилит очень серьезное давление на европейскую валюту так как придет к серьезному расколу внутри европейского центрального банка на этом фоне мы видим произошло падение небольшой рост на североамериканской сессии произошел по понятным причинам вынесли всех тех продавцов кто успел здесь войти и затем мы вернулись под уровень 08 52 на который обращал внимание в своем прогнозе на азиатскую сессию и пока находимся ниже этого диапазона данные которые вышли вчера по непроизводственному см сша оказались чуть лучше прогнозов экономистов но в целом указывают на очень большую проблему в активности в сфере услуг сегодня у нас публикуется ряд фундаментальных отчетов также связанные со сферой услуг и композитный индекс pmi который учитывает и производственную и сферу услуг это италия франция германия еврозона публикуется у нас объем розничной торговли по на еврозоне видим что прогнозируется очень серьезное падение ну в целом это понятно что связано это все с кризисом прогноз по экономике от еврокомиссии все-таки дойдет до нас и данные по изменению числа занятых от edp по сша видим что очень существенно сокращением показателя ожидается все это конечно приведет на мой взгляд к дальнейшему укреплению американского доллара и пока мы находимся ниже 08 52 либо формирование сложного пробоя в первой половине дня это все хорошие сигналы на дальнейшую продажу думаю пойдем тестировать поддержку 08 11 и затем выберемся на 07 87 где можно посмотреть уже сегодня покупки на сколько с коррекцией 20 25 пунктов внутри дня но опять же для начала нужно будет быкам постараться мне допустить провала ниже уровень 08 11 если никакой активности здесь и здесь наблюдаться не будет то тогда лучше всего длинные позиции отложить до теста поддержки 07 55 немаловажной задачей также будет являться и возврат на но на уровень 08 52 если мы закрепляемся ближе ко второй половине дня то исключена повторная волна роста 08 82 и затем выбираемся без проблем 0 9 23 это хороший уровень для продаж ну и в принципе продажи можно посмотреть на том же ложном пробое от уровня 08 82 все будет зависеть целом от фундаментальных данных которые вы у нас во второй половине дня что касается нас британского фунта то здесь ничего интересного не произошло на вчерашние слабые данные по сфере услуг которые великобритании является очень важным привело привели данные к небольшому снижению фунта но после образования новой поддержки 24 24 никакого движения дальше не произошло пока рынок находится под контрольным продавцов видим что небольшая высадящая коррекция не сильно смущает и прорыв все-таки уровня 24 24 сегодня приведет дальнейшие распродажи фунта 23 91 23 60 и 23 27 думаю здесь покупатели будут прийти принимать какие-то разворота пары поэтому можно смотреть за небольшими выходящими коррекциями 20 25 пунктов внутри дня дому будет вполне допустим если мы формируем очередной ложный пробой на 24 24 то без сомнения быки попытаться в очередной раз пробиться выше 24 78 а необходимо им для выстраивания дальнейшего стоящей коррекции обновления максимума вчерашнего дня если этого не произойдет это очень сильный сигнал продажа поэтому формирование ложного пробоя на 24 78 это сигнал к продажам если мы все таки закрепляемся выше то я думаю легко достанут и 25 17 до 25 57 отсюда уже можно открывать короткие позиции на отскок в расчете хотя бы на внутреннюю коррекцию 25 30 пунктов так как текущий исходящий тренд можно будет считать сломанным всем удачи